Приветствую вас, давайте попробуем разобраться в вашей проблеме и подумать, что бы вы могли в этой ситуации сделать, как бы вы могли поступить и так далее. Во-первых, значит, что-то подвигло вас на то, чтобы снова и снова вспоминать обиды твоего мужа. То есть, ваш муж вас обижал, и его поведение до определенного момента, до определенной поры вас не трогало, вас, видимо, не волновало. А вот с какого-то момента все чаще стали вспоминать его обиды по отношению к вам. Значит, какие-то чувства ушли, и на их место, на место этих чувств, например, на место чувств к мужу, то есть ли другие чувства какие-то. То есть, может быть, это, ну, может быть, эти чувства можно назвать как большим вниманием к себе. А может быть, эти чувства можно назвать своего рода охлаждением к вашему мужчине. Может быть, эти чувства можно еще как-то назвать. Но по большому счету, именно в вас что-то поменялось. И вот то, что поменялось в вас, нужно в любом случае постараться определить. Сказать, что вы внезапно начали обижаться на своего мужа. Вряд ли можно, потому что вы знали о нем, вы знали о его отношении к вам. Наверное, вы знаете, почему он обижал вас. Ну, наверное, вы в курсе этого. Вот. То есть, здесь, я думаю, обиды для вас его больнее не стали. Тем более, что он сейчас уже ведет себя иначе и, как бы это сказать, да, исправился. Можно так условно сказать, что исправился. То есть, я не думаю. Значит, вы к нему охладили. И связано это, конечно, с тем, что вы вместе не живете. Если бы вы жили вместе, то, конечно, тут было бы лучше, легче и так далее. А поскольку вы раздельно проживаете, то, соответственно, конечно, и вам тяжелее, ну и ему, наверное, тоже тяжело. И отсюда возникает вопрос у меня к вам. А как же вы пять лет с ним были вместе? В разных городах, в разных, значит, квартирах, на разных жилплощадях. Как же вы были вместе? Получается, что мужчина-то вам что-то обещал. Получается, что мужчина вам говорил, например, что что-то изменится в вашей жизни. А может быть, что-то еще было. Но в любом случае нечто заставляет вас с человеком находиться. Заставляло, точнее, с человеком находиться. И сейчас это ослабевает. То есть, несмотря на то, что муж перестал вас обижать, вы по-прежнему испытываете потребность в чем-то, что он вам не дает. И в этом чем-то вы получаете удовлетворение с другим мужчиной. То есть, если вам нужен только секс от другого мужчины, то, соответственно, нужно подумать, только ли в сексе дело. Потому что если дело только в сексе, здесь можно говорить о том, что, ну, перво-наперво необходимо поднять эту тему со своим мужем. Вот. Сказать ему о своей неудовлетворенности. Проговорить, может быть, с ним обиды ваши, которые есть. И надо сейчас постараться как-то это обсудить с ним, с мужем. Естественно, без каких-то намеков на то, что у вас есть мужчина другой или что вы с кем-то общаетесь. Вот. То есть, просто поговорить с ним на эту тему нужно. Вот это обсудить хотя бы. Вот. Смотреть, как он реагирует на это. Вы, хочет ли он что-то менять, может быть, вы ждете от него какого-то поведения, какого-то отношения. Может быть, вы чего-то от него хотели бы, а он этого даже не знает, что вы чего-то хотите. Вот. То есть, попробуйте сперва так вот обрисовать свои основные претензии и неудовлетворенность к нему. Потому что я вас понимаю, что на протяжении пяти лет жить в разных местах с человеком, это очень тяжело. И естественно, что вы можете не чувствовать себя, ну, женщиной, можете не чувствовать себя любимой, например. И вообще могут быть проблемы с доверием, потому что мало ли, да, что он там делает, пока живет в другом месте. И почему вообще он, ну, не делает ничего для того, чтобы вы были вместе. А если делает, то вопрос в том, насколько достаточно он это делает. Вот. Далее. Стоит разобраться хорошо во взаимоотношениях с новым мужчиной, который у вас. То есть, здесь ситуация не очень понятна. С одной стороны, вы говорите, что вам жалко своего мужа и ребенка маленький. Вот. С другой стороны, вы не хотите прекращать общение с этим мужчиной. Вот. Здесь необходимо определиться, чего вы в первую очередь для себя хотите. То есть, если, например, вам что-то нужно, у вас есть потребность в чем-то, вам говорите это потребность со своей мужем. Подумайте, что мешает эту потребность реализовать. Ну, допустим, допустим. То есть, ну, тут вот есть свои нюансы, да. То есть, может быть, сейчас у вас есть какие-то обиды, непонимания, почему муж так делал, почему муж вас обижал, оскорблял и так далее. Может быть, вы злитесь сами на себя, что терпели это все. То есть, ну, что-то заставляло вас терпеть. И у этого тоже есть, безусловно, свои причины какие-то, да. Вот. То есть, есть определенные причины, по которым вы это делали, и есть определенные причины, по которым вы терпели. Поскольку ребенок маленький, то я полагаю, что ему меньше пяти лет, а значит, вы защищали его уже в период того времени, когда мужчина либо вас обижал и оскорблял, либо он перестал это делать. Вот. Знаете, какая штука? Тут нужно определиться, когда вы ребенка, как бы, ну, заводили, да. Вы чего ожидали, о чем думали, чего хотели. Понимаете? То есть, на что рассчитывали. Вот. Это тоже очень важный момент, на самом деле. Нужно понимать, на что вы рассчитывали. Нужно понимать, чего вы хотели. Нужно понимать, как вам видела ситуация, и как, по вашему мнению, должен был разрешить ее мужчина. Что он должен был сделать, по вашему мнению, и что не сделал. Это ведь тоже такой очень важный момент. Ведь ваши обиды, они имеют под собой основания, правильно? Вот. Так что здесь, на самом деле, не все так гладко. Значит, по всей видимости, у вас наблюдается так называемая идеализация. Ну, я ее называю искусственной идеализацией любовника. Значит, почему искусственная идеализация? Потому что мужчина другой, который вот с вами сейчас, да, другой мужчина, он лучше и привлекательней только по сравнению с вашим мужем. То есть, пока есть муж, он привлекательней. Как только и если мужа не будет, ну, то есть, он уйдет из поля вашего зрения, то, соответственно, этот мужчина может оказаться абсолютно никем. И абсолютно противным, пустым, неинтересным человеком. То есть, это как бы отношение на фоне. Понимаете? Вот. Это отношение именно на фоне. И они наиболее опасные с точки зрения вашего здоровья психического, психологического. Вот. Потому что вы на такого мужчину сделаете, например, ставку, да, а он окажется пустышкой для вас. И в итоге проиграют все. Вы, ребенок и так далее. Так что здесь торопиться не стоит. Но и жалеть своего мужа и оставаться с ним из-за ребенка тоже не нужно. Потому что кому-кому, а ребенку от этого точно лучше не станет. Вот. На этом все. Надеюсь, что я помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.